Пошел бы, наверное, на завод работать, фосфорит. Я половину поездки вообще не помню. Я не знаю, мне кажется, я даже марсозанину потерял там. Ну, я не сильно ударил, но просто так, из цикла упало. Подошел там, поздоровался, она такая, типа, не сегодня. Я все, после этого сдулся. Кстати, вероятели об этом до сих пор не знают. Наверное, знают, если фосфорит. Ну, как и все, наверное, в садике, я помню, там опросы сделали. Космонавт, пожарная. Стандартно все. Я думаю, другого варианта у меня не было, потому что у меня футбольная семья. И футбол был всегда в жизни, и дома всегда. И обзоры были, и футбольные матчи. И отец тренировал брата всегда. Футбольный мяч всегда был. Другого варианта не было, я думаю. Слушай, ты знаешь, я такой непутевый ребенок был, что, думаю, в какие-нибудь неприятности попал бы, наверное. А так, я думаю, что пошел бы, наверное, на завод работать, фосфорит. Ну, стереотипы о том, что не от мира всего люди. Ну, это не так. Просто у нас минишество, там, 3-4 человек в команде. Поэтому здесь, поэтому кажется, что на фоне общей массы. Ну, какие-то особенные. Ну, если так сквозь микроскоп рассматривать полевых игроков, то там тоже найдется очень много ребят. Троеобразных. Необычный, наверное, я подарил брату на его 35-летие, пригласив Льва Лещенко на день рождения. Но там не только я, там еще два товарища помогали. Ну, он сказал, что не ожидал, конечно. Думал, что, может быть, какой-то там юморист выйдет или двойник. А тут живой Лев Валерьяныч. Я думаю, что я готовлю неплохо. Когда пандемия была, взялся за это. И жена была довольна. Мне удается пропорции правильно делать. Солить, сластить. Фирменные. У меня закуски в основном были. И мясо. Мясо там либо на мангале, либо в Казани. Раков варил тоже в Казани. Дуже неплохо было. Английский. Я стараюсь его учить, но без практики тяжело. И, наверное, усидчивости не хватает. В отеле-то я могу объяснить. В отеле там в магазине. У меня нету деловых поездок. Пока. Я думаю, у меня слух есть, но голос отсутствует. Но слух есть уже неплохо. Поэтому я стараюсь не ужасать никого в караоке. Я практически не хожу в караоке. Мне не нравится. Мне там атмосфера не очень нравится. Мне больше, если куда-то пойти отдохнуть, действительно, это редко случается. Лучше в клуб какой-то. Не совсем. Бывает, узнают. Но прям какого-то повального спроса нет. Тащи называют? Да. Иногда даже, когда бронь через клуб делаешь в какого-то отеле, то по ошибке еще зенит вносит Александр. Бывали случаи, когда приходилось показывать паспорт, а мы говорим, смотрите, вот Александр уже. А вы Михаил. Я купил мотоцикл спортивный, когда мне было 19 лет с премией. Я попал в основной состав. В заявку. Дали премию. Я купил спортивный мотоцикл. Кстати, вероятеля об этом до сих пор не знают. Наверное, узнают, если посмотрят. Я причем не умел на нем ездить. Это был Сузуки Мадит 400 кубовый. А вообще ни разу не ездил. Проехался, чуть не ушатался и решил продать его. Ну, продал, естественно, в два раза дешевле. Самый экстремальный поступок был недавно в Турции, когда я прокатился на американских горках. Я половину поездки вообще не помню. Я не знаю, мне кажется, я даже, может, сознание потерял там. Я не люблю, я очень боюсь, очень боюсь инструкционов. Вообще практически никогда в них не участвовал. Но тут не слабо взяли и пошел. Хамство. Терпеть не могу. Кстати, некоторым журналистам, которые берут интервью в Нью-Зоре, желательно обращаться навык игрокам, а не на ты. Ну, я считаю, я думаю, что просто это именно эти люди, которые приходят и так общаются. Они приходят и больше не из-за спортивной составляющей, а из-за хайпа какого-то. Что-то жареное, у всех что-то жареное там, слышать. Да на самом деле все, что угодно. Просто это зависит от настроения. Бывает какая-нибудь песня, какое-нибудь настроение определенное, и какая-нибудь песня звучит, и у тебя прям подходит комочек в горло. Или какая-нибудь жизненная ситуация, видишь там, не знаю, как, помнишь там «Жди меня» была передача. Бывали там какие-то выпуски. Ну, я редко смотрел, но бывали ситуации, когда прям подходило. Когда люди встречались после долгого разлуга. Я думаю, что нет, не могу ничего спать, потому что у меня сон так, он очень чуткий, и я не могу там где попало уснуть. Да и вообще, в принципе, для меня, ну, я не могу там, я завидую людям, которые могут там в самолетах спать или в автобусах. У меня с этим проблемы. Фобия, фобия, фобия. Не, ну, не насекомые, есть колопедры, я теперь терпеть к нему. Ну, были, ну, прям супер большого не было, наверное. Ну, были мелкие. На выпускном стекло разбил в школе. Кулаком. В двери. В дискотеке. Не помню, что я с девушкой поссорился, что там такое было. Ну, я не сильно ударил, но просто так и стекло попало. Мне кажется, это опор вообще. Мне так кажется. Ну, сейчас, да, сейчас, наверное, по нынешним меркам, наверное, любого, мог сказать. С моим мастерством и с мастерством тех актеров, которых я вижу. Иногда. Сериалы в основном. Вот сейчас прослушку закончил смотреть от HBO. Ну, старые сериалы. Очень зашел. Сейчас Исаак Бабель, Одесские рассказы и Кун Армия. Ну, я начал только. До этого Василия Яна закончил трилогию Чингисхан, Баты и их последний мир. Перед треневкой ребенку отвожу в садик. У меня на базе книги лежат. Приезжаю. Получается, рано приезжать. И часа, часа, за полтора, за два треневки почитаю что-нибудь. Мне больше нравится, как вот, Карибский бассейн. Это прям мое. Ну, я не могу сказать, что я часто путешествую. Ну, как бы, относительно, да, ты приезжаешь куда-то, прилетаешь с командой, там, ты видишь только город. Из окна автобуса и все. И из окна госинец. Ну, у меня вот самые приятные такие ощущения от той стороны Мексико, Миккана. Ну, на самом деле, я всеядный, но единственное, я терпеть не могу вареный лук в супе. Я прям не могу вообще. А вот из любимых, мне нравится домашняя пища. Ну, вообще, предпочитаю больше мяса, конечно. Какое-либо. Саня Салугин и мой друг Велик Максимов. Ну, мы прям с ним на одной волне вообще. А, ну, еще у брата, конечно, у моего. У брата тоже. Очень острый язык. Глаза, наверное. Ну, мне так говорят. Вообще, я как бы особо так не очень пристально слежу своей внешностью и не очень часто смотрю в зеркало. А я не знаю, я пытался давно еще, меня пару раз отшили, и я после этого все, что говорит. Просто, привет, как дела там, давай телефоны поменяемся. Один раз, не, у меня в школе было, мне девчонка нравилась очень сильно. На дискотеке на школьной я готовился прям, наверное, полчаса. Подошел там, поздоровался, она такая, типа, не сегодня. И я все, после этого сдулся. Я после этого сдулся. Я могу в компании где-то в общей, да, там, зацепиться языками. Ну, в переносном смысле. Раньше, сейчас я женат, естественно. Вот, а так, чтобы прям подойти, здравствуйте, там, предстоят. Нет. Костюм вообще не ношу. Так casual. Не, я начал, как, пару раз, там, на свадьбе, не на своей. Еще где-то помню. Ну, вот, ну, так. Casual, конечно. А у меня была свадьба, мы расписывались. И я сразу повешал на тренировку потом. Слушаю, слушаю, перед игрой. Перед игрой в наушниках в автобусе. Такое свое FM называется, там, клубная музыка играет, такая новая. Лайт. А в машине, ну, на самом деле, хип-хоп, наверное, предпочитаю. Вот такой олдскульный. Типа, ранее работают Dread и Snoop Dogg, там, Cypress Hill, House of Pain, NWA. Вот. Могу тяжелую музыку послушать, там, типа, Slipknot. Ну, это по настроению Rage Against the Machine. В основном так. Но в основном я в машине какие-то подкасты слушаю, там. Я говорю, я езжу из-за города, поэтому подкасты включил какой-нибудь. Слушай. Я был единственный раз в жизни... Нет. Наверное, два раза. Первая жизнь я был на концерте Олега Газманова и Марины Клепниковой в Кинесепе. Я в Доме культуры. Это был, наверное, год 94-95. А вторая жизнь я был в концерте буквально недавно. На концерте буквально недавно. На концерте группы «Руки вверх» у нас на стадионе. Прикольно было. Но мы, правда, были там в ложе. Там на танцполе вообще мясо было. Там просто слэм. Возле сцены. Но я был удивлен, что был полный, вообще полный стадион. Там 50 тысяч, по-моему, было. Ну, «Руки вверх» — это вообще без прогресс-вариант. Вообще без прогресс. Не то, что мне нравится. Просто они были у нас на закрытии сезона. И прям танцевали все. И старый млад, и все слова знали. И там, и 18 лет... Я был удивлен, на самом деле, 18-летние ребята там подпевали. Ну, я уже про свое поколение не говорю, молчу.